покажи вот саньок и сегодня у нас такой гости мы посмотрели про него в этом вичпеде угадайте когда наш гость родился правильно не летом не в москве не блогер не репер не повар хуй пойми кто вообще одна строчка на вичпеде встречайте не лет моя легенда человек который создает мне настроение максимально дайте обниму никто не поверит его на шлете блять не лета пришла ну пусть по татухе узнают и по части до максимально смотрели максимально вот так все давай не ну нормально подожди давай давай нормально отлично так подожди я обнимаю давай старого ты мне знаешь как раз настроение поднимал человек который просто бодрит меня каждый раз смотрите смотрите за этим человеком он делает красивые вещи он прям конечно прям и башет то настроение так подожди так что подожди вот это сначала нужно чтобы это давай ёмни а перчёска вот это я если прическу да не по давай так делаем пиздец ты здорово вообще а чё делаешь как это меня тоже чтобы пиццу ем просто каждый день а ты это как чё переседаешь на анжумане делаешь не просто сексом занимаюсь каждый день ну спортивный здесь я думал анжумане не шучу конечно не буду чё шучу 4 не бишь что козырный козырек такой прям ровный суши ставьте качи за все давай только чака пока это что готовить будем сегодня слушай я человек который любит два блюда в своей жизни больше всего первое это жареную картошку но жареную картошкой вчера поэтому сегодня будет пицца пицца как любят черепашки ниндзя а я люблю черепашки нельзя вот и поэтому пицца тематическая бодрая уверенная основательная сытная ладно но давай только пережде чем мы начинаем готовить я тебе сделаю это проверка на вкус давай так закрывай глаза подожди вот так возьми стой подожди никуда не упади стой так я сопля вылетела кайф сейчас прям это вот если бы учили пашка нельзя было бы зеленый он с зеленой ленточки как бы ее звали долбоев вот все вот смотри донателло микеланджело рафаэль леонардо и долбоев так давай продал боемся вот или карану короче ладно давай проверка на вкус тебе тела так так сейчас я тебе буду это продуктовать ты будешь попробовать и угадать какой есть какой будешь попробовать это первый это яблочко получается яблочко это зелененькая даже как будто зеленый яблочко вообще нормально так второй давай пробы так это вообще этот что лучок и лучок под коньячок вкусно это лучок нормально вообще рецепт мне папа горит лук типа чеснок это противозачаточная смысле кто понял понял так и вот тереть и давай попробуем и третье чесночок чеснок после лука это конечно развеет все угадал ёбану раз странно были вкус есть а песен так а как вы его делать ладно давайте чтобы нам это пицца делать нам что какой это ингредиент нужно вот тесто 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 да только вот научиться бы нам с тобой еще вот так вот крутите не умею значит и покрутит твоя тебе покажу я все получится конечно вот колбаску помазка кори и покажи вот тут разный разный колбаска томатный соус песто помидор посмотри это пармезан так тут что тут гербочки вот где-то в таблет покажи ябану вот это чемпион чемпион моцарелл это тоже сыр так покажи и болгаринский перчик что тесто до руки надо помыть помыть а да да возьми а я уже помыл пока тебе не было сделаем полотенчик спасибо какой гостеприимный человек прям приятно в гостики приходить конечно только чака парак что для начала это тесто да надо тесто раскатывать вон доска большая или прям здесь здесь то давай можно полу и мы давай не поделить и деться вообще на доске эти проскатывают так давай вот скалка скалка давай что делать надо на который сделаешь на скал давай типа дома деревянная бля подожди руки я помыл помыл так чё это когда я хер знает надо ровную ровную лепёку сделать ровную давай какой-нибудь так и ёбнуть все и катаем а блять ёбану не могу сходить вообще самая идеальная пицца это дохуя колбасы дохуя сыра помидорки и еще сыра короче ладно давай на это мы можем добавить чемпионские шампиньоны гербосочки вот так вот это надо убирать грибы кстати тоже тема моргенштейн тоже так говорил гербе тема слышите подписчики вы мухи ёбаные весь из гербе вот мука да муку нужно короче смотри на доску долго ну да вот так вот делаем сейчас вот так смотри вот так делаем вот так делаем куда сколько а мозг не бить больше сколько нормально вот так подожди даже вот так делаешь то блять я тебе говорю сколько такая нежка надо просто что так поча муку ёбану ли гербоской я порежу то давай так чем это чем кру кого ли чё то а как режет вот так Откуда у тебя появился чоп? Это что значит? Это любое действие, как вы делаете, чоп, чоп. Конечно, удобно. Ой, ты можешь эту цепочку куда-нибудь убирать, потом еще мячерафон, потом не слышу, что это говорит. Мячерафон, да, брат, мешает? Нет, мячерафон не мешает, цепочка эта. Не, ну в смысле, понял, давай. Ты такой спортивный качок. Я думаю, подписчикам и еще Джавиду особенно будет полезно узнать, чем ты питаешься и вообще, как ты поддерживаешь вот такую форму. Так, по поводу питания. Мне на самом деле просто дико повезло. Я могу есть хоть что, могу есть пиццу каждый день, могу есть каждый день шоколадки, мармеладки харибу могу кушать. Я могу есть вообще любые приколы, чипсы, могу пить пиво, но... Ты что, не потолстеешь, что ли? У меня, короче, мне вообще пофиг. Я могу есть хоть что, могу не есть 3-4 дня. У меня как бы по природе вот такая генетика, что у меня, короче, без разницы. Я не знаю, из чего я сделан, я робот какой-то. Да-да, да. Ну, на самом деле я всю жизнь тренил, очень много занимался спортом различным. Какой? Различный, это что там? Я с детства, с первого класса всегда дальше всех прыгал, больше всех подтягивался, быстрее всех бегал, вот как-то так получилось. Ну и в хоккей играл спатье. То есть папа у меня прям... Кажется, ты вообще джерякал, да? Я этот, терминатор такой, типа, мутант, я бы даже сказал. Можешь меня черепашкой ниндзя называть? Меня так друзья называют, типа, ты мутант какой-то и... Я так, на самом деле, только недавно начал нормально заниматься и купился спортивное питание, начал хотя бы его есть, чтобы что-то росло. Потому что как бы... Чтобы что-то росло, говорит, посмотри, блядь. Я КЗ, вот у меня мама сколько готовила дома пиццу, я так ни разу, видимо, ну, надо было попросить ее. Мам, давай вот я один попробую приготовить пиццу, чтобы я научился их готовить. Я обычно покупал всякие продукты, просил маму сделать, она делала, все, и я просто уничтожал ее уже потом. Надо было научиться. Сегодня научусь. Научишь, да, Джей? Ты вообще хоть что умеешь готовить. Ты, по-моему, мастер на все руки. Конечно. Конечно. Я все, что хочу. Вот любой билюдо скажи, любой, вообще, абсолютно. Любой билюдо. Вот скажи, любой билюдо. Сникерс? Могу, конечно. Просто готово сказать, конечно. Любой билюдо. Еще скажи, какой. Баунт. Конечно. Это не билюдо, это шоколадка. Тока-чока-пак. Мне идея маленькая. Так много, так как много людей узнали меня с песней «Любинка», предлагая сделать эту пиццу. Так как у меня немножко хуево получилось ее раскатать, вот тут как бы можно сделать сейчас сердечко. Вот я видел здесь платиновый диск. Кстати, у «Любинка» получила двухкратную платину за прослушку. Это хорошо, да? Но на самом деле, если учитывать то, как раздают эти платины всем другим артистам, она должна быть не двухкратная, а уже восьмикратная где-то. Платины. Молодец. Делаем сердечко. Вот, молодец. Вообще-то это «Чам Ментари» не ли это молодец? А это все вы, потому что слушаете песню. Спасибо вам. Так. А что ты делаешь? Я хочу сердечко сделать, да? Пиццу в форме сердечка. Порежешь? Да, вот чуть-чуть. Она такая получилась немножко… Давай. Валь, ты вообще вот расскажи, как ты это вообще музыкой занялся? Че начал? Какой первый ты рейк сделал? Вообще, как ты это начинал делать? Так. Ну, я же вообще изначально танцор. Я же танцевал очень много. Так. Вот. Я преподавал танцы лет пять. Несколько. Какой танцы? Ну, лет пять преподавал. Хип-хоп, хаос. А «Брейк-данс» вот это? Да. «Брейк-данс» немножко делал. С «Брейк-данса» я начал, кстати, вообще в своей жизни познакомился с танцами с «Брейк-данса». Мне в девять лет отдали на «Брейк», и я пошел на «Брейк-данс». Вот пицца, короче, будет маленькая, но, блядь, будет такая, знаешь, типа, немножко норм. Чуть-чуть кривая, кривая. Ну, посмотри. Покажи. Это ужасивая пицца. Не, нормально. Да, нормально. У вас сердечком будет. Ну и что? А потом как это? Короче, вот. Поэтому я связан с музыкой был напрямую через танцы. И мне очень нравилось много американской музыки. Я слушал сол, R&B, всякие такие жанры. Ну и любил русскую попсу. Вот. И, короче, любил просто подпевать. То есть слушал треки классные, где был красивый вокал. И подпевал дома, пытался петь. И потом решил купить себе микрофон. Купил себе какой-то сиплый майк и начал пробовать что-то перепевать. Перепевать. Я очень много песен перепел. Ну, прям чужих. Причем перепевал разные вообще песни. Я перепевал Фрэнка Синатра. Джастина Бибера перепевал. Читал всякий рэп. Потом у меня есть очень интересный кавер, лютейший. Если вы послушаете на песню из фильма «Мистер Гринч, похититель Рождества», которую пел Джим Кэрри. Там он поет разными голосами. Если послушаете, не поверите, что это человек, который поет песню «Любимка». Хо-хо-хо! You're a mean one, Mr. Grinch. You're really a rat. It's as guddley as a cactus, and it's charming as a steel. Mr. Grinch, you don't pet banana weather. Я охерил просто. А сколько тебе лет было, когда начал? Когда начал, где-то 21-22, наверное, вот так. Короче, лет... А, ну, около 20, да. Лет 8, я примерно, музыкой. Ой, блядь! Ой! Блядь, соседи долбоебы, блядь, какой-то херни, слушает постоянно, блядь. Мозгоебы, блядь. А лучше б дерьл включил, гондон, блядь, отключай! Это... Пет-да-жас, блядь. Зря, короче, сердечко сделал. Это что за херни играл? Это что за херни играл? Я не знаю, что за херни играл. У меня, по-моему, это херни, блядь, уже год. Ну, это... Заебет, блядь. Тока чакопак! Это! Надо вот это, но... Сука! А что семейишься? Сейчас, подожди, пока смеюсь, можно по баску немножко дернуть. Так, что делаем? Так. Короче, вот эта штука надо намазать сейчас... Пармазочку. Вот этой. Да. Открывай. С ароматными травами. Да. Грибочки, травы. Что на что? Мука. Он говорит, наркоманский список. Посмотри. Ну, это ёдно, что-то вообще. Барочка. Делай. Так, всё. Это помидорчик тоже хватит. Так, это мы мажем сейчас сверху полностью, да? Да. Ну, ладно. Честно. Как у нас сердечко сейчас, смотрите, красное будет. Ой, блин. Нормально. Красиво. Самотобрый. Вот. Видишь, а ты говоришь? Я тебе говорю, я тебе научу, что хочешь делать. Хочешь пиццу, хочешь это, хочешь то. Так, вот это я сейчас жопу уберу отсюда. Вот это грибы. Ха-ха-ха. Видишь? Блядь, как смешно. Покажи, посмотри. Блядь. Вот. Я просто, когда порезал, видишь, вот эту жопу остался грибной. Мне надо убирать, потому что на пиццу она не нарибная. Грибной жопу. Да. Грибной жопу вообще нормальная. Всё. Жопы нету, только серебряные. И грибной жопы, кстати, может тоже кушать. И помидорки жопы тоже нормальные. Ну, она пицца некрасивая тогда получается. Вот. Это много, да, наверное, ебанул? Нет? Да. Или то. Давай лишнее убираю вот сюда. Вот сюда на доску. Прямо на доску? Конечно, а что? Всё это даже так вот, смотри, сейчас сделаем. Вот так лишнее убираем. Типа вообще размазочка должна быть. Аккуратная, да? Деликатная вот такая. Пиздец, что у нас, Брэдзэх. Ну, у тебя тут всегда обычно какой-то этот. Какая-то свалка. Всегда красивая. Сывалка. Я первый, кто типа это. У меня мама руками, короче, вот это делает. Типа руками. Хочешь руками делать? Ты же помыл руку? Помою. Ну, смотри, ложечка в принципе тоже уже ровненькая. Ой, а ты вот знаешь, что мне скажи? Ты вообще свою аудиторию уважаешь? Да, абсолютно. Аудиторию свою любишь? Да, так все любят, мне кажется. Кто не любит? Давай тогда я тебе сейчас вечерина устраиваю. Несколько вопросов задаю? Вечерина, да? Несколько вопросов задаю. Всё. Давай вечерина. Так, давай. Сейчас проверим, как ты это хорошо свои поклонники знаешь. Они как раз твои фанаты. Сейчас только это, девятый класс заканчивает. У них скоро ЕГЭ готовиться надо. Понятно? Не совсем. Ой, замолчи. Говорю, если послушай меня. Я тебе три вопроса даю. Если хоть один неправильно отвечаешь, я знаешь, что делаю? Ой, ты, наверное, подумаешь, ворот ставит, а? Нет. Нет. Я тебе наказание делаю. Но оно просто не будет. Простой, не переживай. Так, погнали. Три вопроса. Первый. Как расшифровывается СССР? Ну, я знаю. Советских социалистических республик? Молодец. Второй вопрос. Это правильно было. Правильно. Что такое фотосинтез? Фотосинтез? Да. Ну, это вот в листочках у нас фотосинтез. Давай, отвечай. Это вот свет. Свет вот этот. Лучки света падают. Биологический или какой-то химический. Ладно, давай, третий вопрос. Третий вопрос. Что такое азимут? Азимут? Да. Давай, давай. Азимут, меридианы, вот это все, да? Давай, я знаю. Я тебе не буду подсказывать. Это, по-моему, это география, по-моему, азимут. И что это такое? Азимут, это такие поуски, это, блядь, вот место, где там, это, ебнул. Кто ебнул? Че ебнул? Кто ебнул? Че ебнул? Сейчас указка не ебнул, если. Азимут лейбл такой есть. А мне это не волнует. Слим там. Давай, говори. Учитель не слушаешь, я тебе, вот, указком пиздею. Смотри, учитель должен научить и рассказать. Ну, нормально, нормально не объяснил. Все. Так, че такое азимут? Давай, вот ответ. А я че тебе говорить буду, что я тебе щас скажу? Ассоциал не знаешь? Я, конечно, знаю. Я тебе щас скажу, ты возьмешь, скажешь, блядь, а? Потом скажешь, я прямо сейчас. А как это связано с моими подписчиками, с моей аудиторией? Ну, у них вскоре ЕГЭ. Они, типа, знают. А, все, ЕГЭ. Поэтому ты должен научить их. У меня, кстати, в большинство аудитории взрослые женщины. Мне тоже. Стас Михайлов? Почти. Ну, молодец. Примерно так. Так, все, вопросом не ответил. Поэтому наказание такое будет. На эту пиццу любой сироп... С жопой сесть. Нет, с жопой не надо. Это, я тебе сказал, несложно наказание. На эту пиццу любой сироп, который будешь делать, все без терка. Не знаю, руком, что хочешь, зубом, что хочешь, как делай. И без ножа? Конечно. Без ножом, без терком, без его. Руком есть. Потом будешь делать. А давай сразу. Хорошо. Подожди, вот пармезан, он твердый должен быть. И вот ты, как бы, вообще хер че с ним сделаешь. Еще какой-то был. И моцарелла. Моцарелла, да? Да, вот. Моцареллу можно руками распиливать. А это тоже надо. Ага. Все. Ну давай, пармезан должен, в принципе, крошиться, ломаться. А ты сразу хочешь на пиццу поставить или что? Или отдельно вот сюда положишь, потом туда поставишь. Ну, сразу? Вот, молодец. Сейчас, типа, мы сейчас аккуратненько вот так будем это... Так, а че, ка, покой? Еще один вопрос. Такой серьезный. От меня уже. Не, от Джавида. А то он че-то каждый раз говорит. Замолчи. Как гиревок сидит, блядь, от шапка поставил себе, блядь. Умничать. Какую музыку ты сам слушаешь, Дань? По стилю и вот три твоих любимых исполнителя. Музыку слушаю абсолютно разную. То есть там, ну, то есть невозможно определить и выбрать. Я вообще слушаю все, что нравится. Мне очень нравится, на самом деле, если по жанрам говорить, то есть мне очень нравится R&B, нравится красивый мужской R&B вокал. Несмотря на то, что я натурал, я люблю почему-то именно мужской вокал, мужской голос. Женский голос для меня зачастую звучит очень одинаково и примитивно. Вот. Мне нравится хип-хоп, старый хип-хоп, девяностые, нулевые хип-хоп нравятся. Очень много слушал Крэком, Касту раньше, Многоточие, вот таких ребят. А так люблю и поп-музыку, и вообще и рэйв-музыку, всякую бодрую, драм-ин-бэйс. Давай знаешь, что любимый исполнитель из каждого жанра. Вот, назови. А хрена тебе так назову? У меня нет такого. Любимый исполнитель. Конечно, пошел нахер. Хер тебе, что назови этому, блядь. Тоже такой вопрос, блядь, задаешь. Идиотски. Очень нравится. Я могу несколько любимых песен назвать. Песни, которые я вот включаю в любое время суток. Давай песни. Они у себя настроение поднимут. Вот есть такая песня, I'll be missing you. Это Пав Дэди. Очень нравится это Дима Билан по музыке. Я, прикинь, рос, я рос в детстве, танцевал брейк-данс, слушал Рамштайна и слушал Дима Билана. Разъеб. Вот. Дима Билан, что, брейк-данс под него можно танцевать? Не, ну, в смысле, я под него брейк-данс не танцевал. А что говоришь, брейк-данс? Я смотрел на MTV. Понятно. Ты знаешь, что мне сказали? А тебе это, фанатки там, это, сиськи-пески-миски пересылают на имя месяц. О, а сиськи-пески, вот здесь каждый день нужно. Ему сейчас, драчи, не хочу. Не, правда? В общем. На имя месяц присылают? Да, конечно. Тебе она тоже присылает, да? Нет. У тебя телефон нет? Нет, я не разрешаю никому. Говорю, фанатки-миски меня не присылает. Ну, там видишь, как бы, жена, у тебя жена есть? Ты серьезно? Да. Это да. Сука. Тока-чока-пока. Сейчас вот с терочкой сделаем аккуратно. Мы ебашим сыр, правильно? Да. Сейчас. Сделаем с терочкой. Вот я на всякий случай, вот, болгаринский пертик делал и еще что. Еще не знаю. Вот пейс-то надо тебе? Я задание твое выполнил. Ладно, хорошо. Все, давай. Вот я беру сейчас эту штуку. Вот эту вот, наверное, вот эту терочку. Ты сразу будешь сюда или потом наверх по это? Вот когда колбас будет. Вот сейчас немножко еще на низ, короче, смотри. Давай. Сейчас на низ мы чуть-чуть зашмаляем. Пицца-бомба, честно говоря. А пиццу, на самом деле, мне кажется… Пицца как хуй сдает. Нормально, назовем ее любимкой. Пицца-любимка. Будет вот эта. Раз уж люди так знают меня. Вот немножко закинули. Сейчас давай по-баске туда кинуем. Что делать? По-баске. Вот челбаска туда делаем. Давай, вот это давай, понятно. Вот это, наверное, вообще вкусно. Вот это соля мя. Это пиздец. Эта свинюшка я так не пробовал. Эта свинюшка? Ну, конечно. Така чака-па. Просто, вы знаете, что? Вот эту пиццу все вначале положить на противень, а потом все вот это раскидываем. Мы сейчас отсюда. А я тебе сразу говорил, блядь. То есть я, да, видоват? Да, конечно. Я тебе сразу сказал, давай делать нормально. Сейчас потом, если сейчас поломаешь, и что будет? Джавид, ну прости, что это будет? Я первый раз готовлю пиццу сам. С кем готовишь, так и получается, как будто. Замолчи, блядь. Посмотри. Вот эту штуку берешь. Вот такой. Давай. Так, блядь. Это перчик. Извини, пожалуйста. Это единохер это что? Померил размер. И как? Вот так. Вот. Ровно делал. Вот так. Все. Все. Так, бумажные истории, понятно. Вот здесь, как мы эту пиццу сейчас перетянем? Я не знаю твой проблеме. Ты сам, я тебе сказал. Ну давай, это квест. У нас же не должно все идти четко. Хорошо, подожди. У меня есть вот такой штука. Лопатка. Чё? Есть еще одна, смотри. Вот. Есть еще одна. Давай. Давай, как это, как скором помощи. Вот так берешь. Значит, только аккуратно там может. Вот здесь руками, смотри, подхватываем. Киди. Вот здесь на ушко. Здесь скорый помп. Бля. Сейчас вся пицца полетит. Смотри, вот я взял половинку. О, пиздец, нормально. Сейчас поправим. Осторожно, осторожно, осторожно. Осторожно. О, ни лучше, ни хуже. Пицца топ. Так. Надо вернуть немножко. Вот это сюда еще поставь, да. Тока-чака-пак. А что я на этом у тебя вот шеем тоже поставил какой-то? Вот здесь? Татуировка тут у меня есть. А что это? Синие. Я же человек, который дико любит все, что связано с зимой. А полюбил я зиму очень сильно. И снег после одного новогоднего семейного праздника. В тот не был один свет. А что случилось? Расскажи. Это, короче, год, когда показывали три фильма на первом канале. Это был «Гладиатор», «Банда Нью-Йорка» и «Титаник». И вот старшая сестра, Ирина ее зовут, я, ну, очень сильно ее люблю. И в то время, в 11 лет, когда мне было, я каждый раз, когда она приезжала из другого города к нам, ждала я просто сидя у окна. И вот в тот момент мы смотрели, это был день, когда в нашем доме, у нас маленький частный дом, собралось просто нереальное количество родственников, все и родни. Дома просто все спали на полу, но это был самый душевный Новый год в моей жизни. И тогда, я помню, мы смотрели «Титаник», плакали с сестрой. Я был мелкий, я что-то ревел. И, в общем, вот это все смешалось, сестра, родные, вот эти эмоции. И я понял, что Новый год и зима, это тот период, когда, ну, душа моя радуется. В общем, и у меня все связано, все татуировки связаны с этим. Соответственно, и псевдоним мой, и лето тоже с этим связано. А тебе не холодно зиму? Я вот поэтому зиму не люблю, потому что холодно. Не, мне очень хорошо. Жопа мне ездить постоянно. Тока чакопак. Где тут пармезанчик? Это пармезан, это мацарин. Да, вот это мацарин, это мацарин. Да, вот это мацарин, это мацарин, да. Ну, блядь, ты меня запутал просто. Ничего не понимаешь просто на кухне. Сейчас смотри, немного-немного мацарин сюда ебнет. Блядь. Блядь, галстук. Нет, ты начальник на кухне. Ты должен до тебя встать. Получайник вот, чалпак поставил вот так, спинат делал, все. Готов. Джейд, у тебя какая первая татуировка? Вот ты где ее сделал? Какая-то я татуировка первая? Вот. Вот это греческий. Это поседон? А, Зевс? Да. Понял. Как думаешь, у меня татуировка какая первая? Ну, вот как, ну, вот это. Вот это на руке? Да. Это первый? Нет, первая. Вот. Сразу на море? Первый сразу на море заделал. Просто ебнул. Зачем? Захотел так. А вот опять, что такое? Пилус, пилус, минус. Плюс, минус. Это что-то знакомо, у нас есть-то вдруг один. Минус на минус дает, блядь. А, Сережа Драгни, да? Да, Серега Драгни. Нет, на самом деле, здесь у меня не лето написано. Блядь. Короче, покажу вам, черепашек ниндзя. Да какой, блядь? Он говорит, там хип написано, тут не лето. Вот, посмотрите. Мы же долбоебы все с вами. Вот. Не лето. Нормально? Понятно, да, как написано? Ну, ты тоже как-то все путаешь. Че, блядь, тебя хуй поймешь. Ты зачем это делаешь? Так. Вот здесь микрофон. Короче, у меня на груди черепашки ниндзя. Это мой любимый мультик с 90-х. Кто посчитает, что не лето, взрослый парень, но живет с черепашками, так ходят только долбоебы? Вот. Вам пизда. Короче, черепашки ниндзя и вот здесь есть кусочек пиццы. Маленький. Так что мне не просто так сиська, как голова, блядь. Девчонка, знаешь, как нравится? Ой, раз ты любишь вот так черепашки ниндзя, вот это все смотришь, что там. Я специально, специально для тебя. Вопросы, как это? Нет, подарки, сюрприз сделал. Серьезно? Да. Ой, Донателло! Иди сюда. Эль, это должен был быть Элишер как раз. Давай, иди селфи делай, я же специально. Нет, так это не черепашка ниндзя. Это какой-то неуверенный человек. Блядь, какой разница, блядь. Я тебе говорил, что это Шрек. Нахуя ты это вообще? Ай, блядь, иди отсюда. Блядь, какой разница? А что, Шрек мне черепашка, что ли? Бля, что ты пузыка у него не спортивная, блядь. Нет, Шрек нормальный мужик, это тоже. А че, блядь? Дай Шреком тоже сфоткаюсь. Давай это. Давай, конечно. Я Шрек тоже люблю. В смысле крутой тип. Да какой разница? Вот зеленый черепашка. Это не то, не. Давай, сделаем вместе. Фотографируй. Ого, господи. Давай, блядь, иди отсюда в бою. Фед, дожас, блядь. Хахахахахахахаха, блядь, это блядь, пидарас. Ты он смотри, пидором будешь, блядь. А чё, блядь, черепашка, 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 блядь, орк, орк, не знаю, хуек знает, ты черепашка, блядь. Время запекать между нами, пилита! Так, духовкой надо включать, ты умеешь это делать? Эту нет, ну тут, наверное, изи всё. Нам нужно её разогреть до какой-то температуры, градусов, наверное, там сколько? Сто восемьдесят, двести, с какой этими пиццами текут? Грамм 200, надо там какая-то. Так, подожди, вот так. Вначале разогреваешь, вот это ещё температуру уставляешь, смотри, вот здесь надо выставить. В другую сторону. Во, смотри, вот мы ещё ставим 200, наверное. И там вентилятор. Вентилятор не нужно. Вот. Посмотри, покажи, потом подточник будет спрашивать, как пицца делать. Вот. Вот эту, что ты поставишь сюда, сюда 200 градусов. Вот если тепло будет. Это сейчас поку куда ставить, надо просто 200 выстоять и, короче... Это сейчас пока пилета должна разогреваться. Всё. Если там что-нибудь взорвётся, блядь. Профессионально, я знаю, как это делать. Добрый обед. Выпуски не должны прекращаться. Здесь делают крутые вещи, готовят крутые блюда с крутыми людьми. И самый крутой на свете повар. И мой любимый, кстати, голос, если говорить про русские голоса и озвучку, на всём русском ютубе, это самый смешной и позитивный, классный чувак. Вот. Да, это я. Покажи, блядь. Снимаешь? Спасибо. Ты тоже молодец. Ну я так, понимал. Давай, пока так. Пилета разогревается. Разогревается здесь, чуть-чуть сейчас порядка я сделаю. Вот это жопа. Вот это жопа. Тут от перчик, от помидоров. Посмотри. Вот это всё надо... Ой, блядь. Это всё надо убирать отсюда. Такача-капак. Духовочку. Как там всё-таки? Грамотно. Быстрее. У человечка. Ой. Посмотри, там работает или нет. Сука. Ой. Посмотри. Это не надо снимать. Это всё хуйня. Не надо? Нет. Такача-капак. Это, вот знаешь, что я посмотрел это, клип твой. Какой? Вот, ну как это, молодой, умираю или что-то. Молодым? Вот такой, да, молодой. Но никто не умирает. Ну не знаю. Короче, не знаю, вроде нормальный, но херня какой-то. Мне там один момент только понравился. Вот сейчас могу... Ай! Иди сюда, Санёк, покажи. Покажи клип. Девчонка тебе понравилась? Подожди, я тебе показываю. Вот смотри. Это херня, блядь. Ай, блядь, вот чё это, бля, мужик? Вот! Вот это, да? Посмотри. Вот. Короче, что... Вот это уже херня, выключай давай. Чтоб ты понимал. Вот если весь клип вот так он будешь делать, тогда... Нормально будет. Честно, чтоб ты понимал. Когда я, ну, представлял себе видео, ну, не то чтобы клип, просто видео на этот трек, это единственный кадр, который я себе представлял. Что именно в этот момент трека влетит вот такой чувак на экспрессе и сделает. Молодец. Вот честно, это прям то, что я представлял. Вот такой клип постоянно делай, постоянно, вот только такой клип. Как вместе сделаем? Я тебя позову. Проблем нету. Вот такой клип нормальный. Так, это, наша духовка разогрелся, поэтому мы уже пиццу туда сейчас... Забрасываем. Да. Поставим. Так, чё, как туда? Да вот так. Так, да, закидываем. Туда, а бумага тут где-то? Давай подрежем ее. Я же тебе говорил сначала, ровно надо ехать. Все, нормально, бля, ехать, бля. Все. Вот. Температура нормальная? Сердечко греть должно. Всегда. Если сердечко не греет, бля, пиццу не ешь. Все, давай. Шап? 20 минут. 30, сколько готовится? Ну, как она едет, поймите. Да. Только чакопак. Ну что, друзья, наша пицца уже готова. Все. Сейчас ее будем доставать. Давай, пошли. Вдергиваю. Давай осторожнее. На максимальной осторожности. Заяц, походу, сгорела. Да нет. Топовая. Я вообще любую пиццу, когда она прям поджаренная. Ну покажи. Снимай. Чинанс. Сердечко пицца. Любимочка. Ой, друзья. Но жрать мы ее не будем. Как не будем? А вот так. У нас был конкурс в инстаграме. Помните, я говорил, там надо было угадать, с кем у меня будет добрый обед. Привет. И у нас было два победителя. Один был не из Москва. И мы ему запишем видео привет. А второй был из Москва. И мы лично с Дани отвезем ему вот эту пиццу. Давай сначала это. Ну я надеюсь, мы с ним попробуем ее. Посмотрим. Давай поставь. Посмотрим. Блин, так хотел это. Первую пиццу, которую я приготовил. Но мне они жалко. Это же пицца любимка. Итак, первый подписчик, который угадал, что будет не лето, не из Москва. Мы ему записываем видео привет. Вот, посмотри. Зовут Женя. Ой, Женя, привет. Это я Джавид. Это не лето. И ты был тем, кто одним из первых угадал, что к Джавиду приду кто? Я не лето. И это круто, круто, что ты предложил договорят. Да, молодец. Давай, сегодня тебе самый наилучший. А мы вот здесь вот сейчас готовкой занимаемся. Вот смотри, пицца приготовили. Да. А так, засылайте свой позитив, любовь, береги себя и своих родных. Все, давай, добрый обед. И самый главный наш победитель зовут его Ничита. Мы заранее ему написали, взяли номер. Давай ему теперь позвоним. И сейчас, если все нормально, он дома, еще что-то. Мы лично, я и Нелета, поедем отвезем ему пиццу. Добрый обед, доставка. На дом. Поближе, что слышно было? А. А то тут еще. Все нормально. Алло. Здорова. Никита, ты? Это Нелета. И кто это? Ой, здрасте. Добрый обед. Серьезно? Серьезно? Как дела? Мне Нелета. Алло. Алло. Добрый обед. Нормально, сэр. Серьезно? Серьезно? Нормально, сэр. Серьезно? Да. Мы нормально. Слушай, ты, да, ты прав. Тебе позвонил Нелета, и Джавид, это добрый обед. И ты, ты получаешь от нас, с доставкой на дом, нашу пиццу, которую мы сейчас готовили только что с Джавидом. Я в этом мире. Я вообще-то последний, у меня руки трясутся. А, не бойся. Ты сейчас дома? Сейчас? Нет, мы сейчас гуляем. А чё, далеко гуляешь? Или что? В центре, на красном октябре. Ой, давай домой пиздуйте, сейчас перевезем вам пиццу. Давай так и сделаем. Давай, адрес напиши, адрес напиши в Инстаграме. Хорошо, хорошо, брат. Давай, через сколько дома будешь? Через, через час дома буду. Ой, через час ни хера себе. Ладно, давай адрес пиши, переедем скоро. Всё. Давай, давай. Да, он в щёки наверно, да? Вообще перевезли, неверно себе можно. Давай. Давай её вот сейчас. По почетам и нормально. Да, вот коробка есть. Вот коробка. Вот. А это что такое за наклейка? Это наклейка, сейчас посмотрим. Давай, аккуратно. Куда внутрь или что? Да, внутрь. Смотри. Давай, делай. Позделай, нормально. Давай. Смотри, вот эти так даже нет. Подожди, она же вот так, смотри. Да, красиво. А, это карман что ли? Да, короче, блин. Пиздец. И вот такой фирменный наклейка. Покажи. Посмотри. Ой, красиво, да? Давай. Добрый обед. Пиздец. 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 Что-то, я говорю, это тот момент, когда любимка уже не та. Нормально. Сейчас повезем. На вкусное, вкусное. Сто процентов. Ой, слушай, подожди. Полкилограмма закинули. Вот пока не поехали, у меня еще один разговор к тебе есть. Вот, блин, тексты песни у тебя, конечно, пиздец сложные. Вот, например, как это. Я полюбил ее за что? Полюбил ее за все. Я так тоже могу, ебанград. Я почистил песен, оказался мандарин, блин. И вот смотри, ты в этом интервью говорил, что ты вот эта песня любимка написал, как, почти на ходу, да? Ну, припев, припев за 3-5 минут. Хорошо, у меня для тебя тоже есть один небольшой конкурс. Называется волшебная фуражка. Ой, Санек, давай сюда, блин. Так, посмотри, вот здесь, смотри, там есть много слов. Давай пять штук оттуда выбираешь, читаешь, и из них потом сейчас тоже песню и килипп делаем. Давай. Вот так на ходу. Изи, изи, изи. Погнали. Так, сверху мне этот нравится. Пизделей. Пизделей. Так. Есть. Оформим, да, пизделей? Типа. Сладкий. Сладкий. Ммм. Так, давай сразу, давай попробуем, типа, раздуть вот так. Два. Добрый обед, голодный. Добрый обед и голодный. Ну, это вот сто пудово должно быть в песне. Давай. Потому что это уже, типа, бренд. Голодный. Кайф. Ну, типа, сладкий, голодный, добрый обед, типа, все в теме. И просто пизделей. Пизделей. Типа, типа, от повара пизделей получить. Все, давай. Три, четыре. Так, давай, и последний. Так. Ой. Почет. Вот. Написали же. Написали же. Почет. 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 Вот давай, посмотри, подумай. Ну, почет. Посмотри, подумай, если так, как ты говоришь, там, за пять минут делаешь. Давай. Вот смотри, это мы с Саньком всю ночь там вырезали, делали это. В смысле, блядь, мы с Саньком? Я всю ночь вырезал-то, ни хуя не делал-то, спал только. Ой, блядь. Постоянно, блин, спишь, ни хуя не делаешь, меня заставляешь что-то делал. Ой, ты почему меня нервит репешка, ландон? А чё нервит репешка, ландон? Я всё приготовил. А пидарас, блядь, у меня гость уважения тоже должен. Ты чё, блядь? Просто орёшь на мою пастыню. Замолчи, блядь. Ландон сейчас пизделит. Давай, блядь. Ой, короче, я всю ночь это сам делал, вот это. Так что, вот. Запомнил? Да, да, щас, давай сделаем. Ну чё, давай подумай. Я думаю, что получится легко. Точно? Да, да. Ну чё, погнали? На лайтики сделаем, на лайки. Погнали? Как любимку, так же. Давай. Поехали. Всё, вот это с собой берём. Так, давай берём. Давай. Всё. Сейчас. Сейчас сразу я буду. Пошли. Э, Джейд, у тебя что духовка в бардачке, блядь? Чё жарко-то, блядь? Эй, запомнил. У меня в машине жарко не бывает. У меня кондиционер есть. Иномарка есть, иномарка, эй. На улице лето, со мной не лето. Сделали пиццу, положили в почете. Добавляли колбаску, гербочки, укроп. Ай, ты кого подрезаешь? Ёбану в рот. А чё он так едет, блядь? Тесто раскатаем. Ой. Сырок натираем. Ой. Пиццу домой доставляем. Мне нравится? Пиздели, оформляем. Пиздели, реклама. Яндекс, еда. Нет. В этой лавке правит всегда добрый обед. Острый или сладкий, худой или в порядке. Ой. Мы угощаем в главе добрый обед. Добрый, добрый, если ты злой, просто похавай. Знаешь, что ты скорее всего голодный, голодный. Ты посмотрел добрый обед, с завидом снова сыт и снова. Добрый, добрый, если ты злой, просто похавай. Знаешь, что ты скорее всего голодный, голодный. Ты посмотрел добрый обед, с завидом снова сыт и снова. Добрый, добрый, если ты злой, просто похавай. Знаешь, что ты скорее всего голодный, голодный. Ты пусть мы дел добрые, без видов, снова сытый, снова добрый Да, разъеб чили-поп, топ разъеб Только чокопак Везем пиццу подписнику, покажи Как же, да? Под музычку вообще хорошо Такая рекламка Так, здесь на лейбл А как так научиться, типа, на мимо музыки делать? А не, смотри, попадаешь Короче, это не лето, и, Джавид, мы сделали самую вкусную пиццу в мире Кстати, моя первая пицца, которую я готовил Вот она Это впервые в истории доброго обеда мы приготовили еду Не съели ее сами, Джавид этот раз голодный Он немножко переживает, нервничает за то, что мы не поели В общем, везем вкуснейшую пиццу под пищу Подписника везем Под подписника везем Чем это, блядь Добрый обед Нормально, короче, будет все Добрый обед, Джавид Он сейчас вовремя с ума сойдет там Потом будем толковать Ты толковой Я золотой Блядь, я на керосный поехал Извините, пожалуйста Мы подписнику пиццу сейчас повезем Прямо в руку ему ее отдаем Переготовили пиццу Это не лазанья Если не понравится, давай, до свидания Ты кто такой? Давай, до свидания Ровно, ровно было, ровно Ай, блядь, опять пробка, блядь Как меня Москва эти мозга ебет постоянно В 8 утра поедешь, пробка 12 днем поедешь, пробка Везде всегда пробка Весь Москва всегда пробка, блядь Эта пицца настоящие пацанские блюда Если, блядь, тебе что-то хуйня Я тебе сам скажу, ублюдок Смотри, добрый обед Наклейка чисто бренд Чисто с Жавидом едем Это реп какой-то получать Это не мейхана Надо мейхана, не реп Девочка, стоп, не надо Пиццу к тебе везет твоя награда Я буду любить тебя всегда Моя пицца Но должен тебя в руки отдать Если ты симпатичная Ой, доставка бесплатная Ингредиенты все тоже бесплатные Все бесплатно Тесто, место, все Приготовка, блядь, тоже все По-моему, вот этот дом, да? У нас люди в России такие, блядь, жуть Халяву любят пиздец Короче, вот этот дом Квартир... Как он сказал? Ты тоже можешь быть следующим подписчиком Которым я с моим гостем Перевезу тебе блюда Так что смотри до конца обязательно Теперь каждый раз будем Вот такой прикольный делать штука Должна приехать, скорая помощь Не закрывайте двери Должен приехать, живите Не лето, привезти пиццу Не закрывайте двери А, вот Такая Добрый обед! Пиццу заказывали? Пиццу доставки не ездят Так, че, если давай, вначале поздороваемся, наверное Привет! Ну, это много, мы день рождения мой отмечаем День рождения? Да, вы меня поздравляет Спасибо То есть, соседичка максимально, да, типа? Это просто, это какой-то... Это мой будущий муж Звезд, я не знаю, я больше переживал И это... Так, подожди Тут много всего, подождите День рождения Будущий муж А вы сами? Она немножко кривоватая, боже Ну, она должна быть вкусная Не, она должна быть топовая А мы ж не идёте? Или чё, или фигня Она холодная? Но... Она как у мамы Ребят, мы прийдёте? Почти, что как у мамы Вот это, это видишь, это... Ну, давай зайдём, тоже один кусок попробуешь Давай, сделай Пошли Здравствуй, человек, день рождения Я так и знаю, что ты вот так приедешь, отвечаю, это... Смотри, че, стены в гондон Посмотри, че такое Камыш, блядь, я моблядь Посмотри, как на речке, блядь Да это же главная популярная птица в всей стране Посмотри, как камыш на речке Ай, че, стены в гондон У меня очень много видео, которые снимаются Стреника А при где она? Чина, Чезас, Утрес Че ты говоришь, блядь? Нормально, по-русски говоришь И кто не понимает тебя тоже Я всем своим пацанам-майзерам покажу Они охуеть скажут, сычму баши скажут Где ты его достал? Вот Только не говори, где меня достал Не-не, никак не Пусть добрый обед все смотрят и тогда поедите Ой, всем спасибо, с вами был Добрый обед! Если тоже хочешь вот так, чтобы мы к тебе переехали Короче, обязательно напиши в комментарии Понравилось тебе вот такое, ну, вот такое движение прикольное И потом мы еще тоже будем другим гостям делать Все, спасибо, добрый обед с вами был Жовек, лето и подписчики Все, кайф, давайте отдыхайте Все, пока, ребята Все, давайте, покеда Причем, вот это особенно А че ты, че куражишься? Я же сказал уже, все, добрый обед был, снимай, ну Выключай камеру, я же тебе говорил А че, не понимаешь, че, блядь, перекалываешься? Тебе понравился мне, на добрый обед? Да, да, как сказать, ты просто сам по себе офигенный Вот ты ж такой вот, я смотрел на тебя со стороны Ты как бы знаешь, вот, Джавида, я вот у него у Джавида как бы побывал Но Рустам Майер, он сам по себе такой, пиздец добрый человек Вот у тебя по глазам видно, что ты добрейший, я не знаю Вот добрейший же, вот посмотрите в эти глазки Вот, вот же Смотристи Давай выключай камеру, блядь Ну все Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!